Стрелковый тир на стадионе Икар закрыт с 2013 года. Тренировочный процесс тогда перенесли на «Авангард», где воспитанники занимались около семи лет. 23 апреля 2020 года здесь случился пожар. Спортсмены вновь остались без помещения. Проект на сметную документацию капитального ремонта тиры на Икаре специалисты подготовили в 2018 году. С того времени подрядчика на объект найти не удалось. Конкурс по проекту объявляют уже в третий раз. В предыдущих случаях строители отказывались начинать работу из-за недостатка финансирования. Первоначальная сумма была в два раза меньше. Было 15 миллионов. Сейчас выделили 29 миллионов. Первоначальные конкурсы, которые проходили, они были неудачные. Желающие подавали неправильные заявки, к сожалению. И желающих было мало в ходе того, что сумма была небольшая. Работы получались разгрозненные. Очередной конкурс по проекту на сумму 29 миллионов 811 тысяч рублей пройдет 25 сентября. Подрядчику предстоит устранить дефекты здания, усилить несущую способность его конструкций, разобрать внутренний грунт, выполнить гидроизоляцию и покрасить стены, поменять вентиляцию и электричество, привести здание к соответствию всем нормам. Сейчас здесь находится стена с электрощитками. Согласно проекту, во время капитального ремонта строители должны будут создать эвакуационный выход по требованиям пожарной безопасности. Строители отремонтируют стрелковые галереи, кабинеты начальника и методический, склады для инвентаря, раздевалки, комнаты технического персонала для хранения оружия и боеприпасов, блиндаж и вент-камеру. Выделили денежные средства полной суммой, которая необходима для ремонта. Я думаю, будут желающие, которые будут участвовать в конкурсе и которые у нас достойно сделают современный объект, современный тир, который будет, наверное, одним из лучших не только в Нижегородской области. Пока определяют, кто будет ремонтировать здание, воспитанники тренируются на лазерном оружии. Специалисты завершают подготовку тира школы номер 14, где скоро смогут заниматься спортсмены. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.